Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Делаю себе карликовый книжный шкаф или гномий книжный шкаф. Во всяком случае, так он звучит на английском языке. Дворф буккейс. То есть такой шкафчик небольшой, будет метр ростом с небольшим. Потому что стоять он будет у меня на мансарде. Если там особо какие-то здоровые шкафы книжные не поставишь. Да и надобности большой нету. В последнее время все больше в электронном виде читаю. Хотя книги бумажные покупаю. Но в общем я о чем? Весь процесс я наверное снимать не буду. Но некоторые моменты изготовления покажу. Потому что очень много вопросов. И по вопросам я понимаю вообще говоря непонимание людей. О чем они спрашивают? Сделать мне надо 4 щита. 3 щита для полок. На которых будут стоять книги. И 1 щит это будет крышка сверху. Значит полки сами видны не сильно будут. Потому что будут заставлены книгами. А вот крышка будет видна. И буду я клеить полки по правилам. А крышку буду клеить без правил. Во всяком случае без тех правил. Которые написаны в любом учебнике для ПТУ. Но вначале просмотрим как клеить по правилам. Любой учебник ПТУ вам скажет. Что клеить надо делянки. А каждая вот эта вот штука это делянка. Размеры этих делянок должны быть как? Вот эта вот ширина. Не больше чем в 2 раза. Чем вот эта вот толщина. Ширина толщина. То есть ширина максимум 2 толщины. И годовые кольца должны быть развернуты. В таком вот случайном порядке. Я надеюсь видно. Для чего вообще надо клеить щиты? Почему нельзя брать просто широкие доски? Или если широких досок нету. Есть там 2 допустим доски по 140. Склеил их. Получил один широкий щит на 280 миллиметров. Значит смотрите. Вот здесь видны годовые кольца дерева. Вот этот вот брусочек был выструган. И пропущен через рейсмус. И вот он полежит какое-то время. И поскольку это дерево. Вот это вот все начнет разворачиваться. По годовым кольцам. И вот этот вот кусок дерева развернется вот сюда. То есть покоробится. Если из широких досок клеить щиты. То эти щиты будут очень сильно коробиться. То есть будет довольно большая волна. То что вот здесь вот взяты узкие делянки не значит, что они не будут коробиться. Будут. Но волны вот эти вот. Они будут такие очень небольшие. По сравнению с тем, что я бы взял допустим 2 широкие доски и склеил их между собой. В общем, с тем, как клеить по правилам, я думаю, более-менее все ясно. Единственное, что хочу добавить. Если у вас заготовки разной длины, как у меня. Ну вот я покупал там заготовки. Они плюс-минус там. Но по длине отличаются. То всегда полезно по краям поставить самые длинные заготовочки. Потому что когда я буду пускать вот этот вот щит через рейсмус. Если вдруг у меня будет ступенечка, то будет она у меня вот тут вот. Вот тут вот ступенечка. И как бы все это дело все равно уйдет в отход. Да, кстати. Поскольку клею я струбцинами. Это все дуб. И хочу получить как можно более толстый щит. То я, соответственно, отфуговал вот с нижней стороны. Вот с этих вот, с боковых сторон делянки. Вот с этой вот стороны я через рейсмус не пропускал. Все это дело, когда у меня высохнет, я пропущу через рейсмус. При такой вот склейке можно получить более толстый щит. Чем, ну, как бы вот, каждую делянку через рейсмус пропустить. Потом щиты начинать пропускать через рейсмус. Как правило, получаются щиты потоньше. Так, ясно. С правильной склейкой все понятно. Есть один недостаток. Что, когда вот этот вот щит пропустится через рейсмус, вот эти вот маленькие делянки смотрятся не очень красиво. Почему? Потому что все это выглядит довольно пестро. Но, как бы, кого-то это напрягает, кого-то нет. Меня напрягает. Поэтому на полке я вот клею по правилам. А вот уже на крышку, которая будет видна, буду клеить без правил. И как клеить без правил, ни в каком учебнике для ПТУ не написано. Вот это вот щит, который пойдет на крышку книжного шкафа. И поскольку книжный шкаф, как я говорил, будет метр высотой, вот эта вот крышка будет очень хорошо видна. Когда я набирал вот этот вот щит, я вообще не смотрел на расположение вот этих вот годовых колец направления. Я смотрел, чтобы он у меня выглядел красиво. Вот более-менее я подобрал. Буду клеить я вот этой вот лицевой стороной вниз. У меня с обратной стороны тоже стоит вот такой вот нарисованный треугольник. И что хочу сказать. Вероятность того, что его поведет, гораздо выше, чем вероятность того щита, который я показывал до этого. Хотя, что я хочу сказать. Когда вот вы читаете в каких-то умных книгах, что надо делать так-то и так-то, что вот ширина делянки не более двух толщин, это все-таки эмпирические вещи. То есть, столяры делали так, и обычно у них получались нормальные результаты. Но иногда, конечно, у них получались и плохие результаты. И в этом вот такие вот эмпирические методы отличаются от теоремы Пифагора, которая будет работать при любом случае, и ее можно доказать. Эмпирические вещи доказать нельзя. Они как бы возникают из опыта. И вот, поскольку обычно в учебниках не пишут, как поступать, если хочется склеить не по правилам, то я кое-чего расскажу. Значит, смотрите. Тут вот ширина вот этого щита будет 32 сантиметра. И это уже вот такое вот критическое значение для дуба. В плане чего? Что если склеить вот такой вот щит шириной 32 сантиметра, то маловероятно, что его покоробит, даже если не делать каких-то особенных ухищрений для его стабилизации. Есть разные методы, как стабилизировать щиты, которые широкие, даже склеенные по правилам. Но если вы склеите там в ширину, допустим, 800 миллиметров или метровый щит в ширину, в любом случае его надо как-то стабилизировать. То, что вы его к чему-то притянете шурупами или еще чем-то, не сильно поможет. Есть много разных способов стабилизации щитов. Некоторые из них я показывал в роликах на своем канале. Есть метод, когда вот сюда вот на торцы крепятся специальным образом планки. И таких методов много. Есть методы, когда фрезеруются ласточкины хвосты. В них загоняются шпонки. Но в этом случае у меня получается примерно где-то по 80 миллиметров вот эти вододелянки. Я буду просто вот это вот все склеивать. И поскольку здесь ширина не очень большая, буду просто притягивать все это дело к раме. Без каких-либо особенных ухищрений. Вот на такой ширине, а для дуба, говорю, это где-то из опыта 32 сантиметра, максимум 33. Это все еще срабатывает. Для сосны чуть больше. Можно там где-то 35-40 максимум. И тут уже вот это вот правило не работает. То, что надо длинные по краям ставить, тут все это дело подбирается так, чтобы получился более-менее рисунок. Склеил я все щиты. Сутки они у меня будут где-то сохнуть в струбцинах. Потом я струбцины сниму. Удалю клей с лицевой стороны. Лицевая сторона у меня здесь везде внизу. Удалять я буду при помощи вот такого вот скребка. Это баковский. Здесь стоит твердосплавной нож. Он двухсторонний. Я вам хочу сказать, конечно, штука обалденная. В плане удаления каких-то излишков клея. И вообще, если вам нужна не широкая цикля, то вот эта вот штука, на мой взгляд, номер один. Ножи здесь сменные, но... Как бы я так думаю, что я сюда поставлю, после того, как у меня вот этот вот нож затупится, а нож тут двусторонний, то есть можно переставить на другую сторону, поставлю ротисовский нож. У меня вот такая вот есть фреза, а ротис. Здесь сменные ножи твердосплавные. Я себе вместе с фрезой заказал еще 4 запасных ножа. Но что-то мне подсказывает, что мне и как бы хватит на всю оставшуюся жизнь. Вот этих вот двух плюс еще двух. А здесь как раз по ширине практически как баковская нож. Очень удобная фреза для фрезерования по шаблону. Особенно, когда меняется направление волокон. Тут получается, подшипник есть и сверху, и снизу. То есть можно, не меняя шаблон, не открепляя его от заготовки, просто перевернуть, поменять вылет фрезы и продолжить фрезерование без задиров. Кому интересно, вот такой вот артикул у нее. Ну, в общем-то, это такое лирическое отступление. А вот это вот все будет у меня сохнуть. Я надеюсь, более-менее стало понятно. И что я хочу сказать напоследок. Вот если щит клеить не по правилам, то он обычно называется столешницей. И надо, если это все довольно широкое, применять разные методы для того, чтобы все это дело не покоробилось. На некоторые ролики про вот эти вот некоробящиеся столешницы я оставлю ссылки в описании. Ну, а в общем-то, на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. В комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр. До свидания.